Какая энергия психическая, вы знаете? То есть мы лечим другого человека. От чего мы лечим? От того, что человек в жизни не умудряется чувствовать жизни. Он не умудряется видеть жизнь, чувствовать жизнь, расширять эстетическое удовольствие, обучать себя тому, что есть не только цвета, оттенки, что в пище тоже могут быть оттенки, что музыка может быть разная, что живопись бывает, что есть чужие эмоции, что есть чужие хорошие эмоции, есть радость коммуникации, есть радости, их много, они вербальные могут быть, обнимание, забота, но можно просто заботиться, как животное за животным, а можно заботиться и заметить, и протащиться от этого. Вот этот элемент, когда человек заботится и страдает, батарейка садится, а в тот момент, когда он заметил и насладился, это добавило. И вот это все, что добавляется, это и есть тот нектар, которым другой человек лечит, приложил руки к другому человеку, передал ему то, что он накапливал в виде радости, наслаждения, чувственного компонента эстетизма, который у него было. Возможно, у него состояние получения радости от осознанности мира, от внешнего вида, от коммуникации с близкими, от чего-либо. Возможно, это сужено. Сужено, возможно, до секса, или до общения с сыном, или до желания быть орденом Ленина, дружбы Красного Знамени, какой-то там замечательной женщиной или мужчиной. И после этого человек вдруг решил, что он будет заниматься целительством. И что мы исцеляем? На самом деле мы исцеляем людей тем нектаром, который появился в нашей душе и в нашем сердце, в тот момент, когда мы хоть немного чувствовали приятное от того мира, в котором мы находились. Чувствовали приятное – это секунды нашего расслабленного состояния перед телевизором, это наши секунды приятного общения с близкими, это наши секунды созерцания, наши секунды просыпания, когда мы осознанно ощущали это, наши минуты или секунды, время или часы во время еды, наши. Так вот, одной из основных задач человека, который проживает в обычной жизни – научиться находить эти секунды и накапливать то, что я называю в своей жизни и для учеников школы психической энергии. Это искусство накопления восторга, кайфа и наслаждения, которое может привести человека к экстазу. Вы, наверное, видели, как во время шабата и всяческих праздников, там, Пурим или Песах, или, ну, какая разница. Многие жители и верующие иудеи начинают танцевать. Вопрос, почему они танцуют? Они испытывают экстаз. Для чего им нужен этот экстаз? Экстаз человеку необходим, потому что экстаз является тем, что сделает вас и богатыми, и счастливыми, и веселыми. Уберет у вас психические заболевания, и нервные состояния, и безденежья. Друзья мои, любимые, дорогие, не ученики, просто дамы и господа, леди, мэры, перы. Помните о том, что для человека, несмотря ни на что, чрезвычайно важно развивать в себе компоненты эстетизма. Человеку очень важно развивать в себе возможность видеть окружающий мир, осознавать его и чувствовать. Обращая внимание не только на себя, обращая внимание не только на низменные инстинкты, а обучая себя прелестям и жанрам того, что может давать тот мир, в котором мы проживаем, если только мы начинаем это замечать. Обучайте себя видеть оттенки, слышать полутона, видеть в людях не только плохое, но и хорошее. Старайтесь в этом отношении немножечко развиваться.